Дорогие соотечественники, уважаемые депутаты, члены Совета Республики, уважаемые руководители дипломатического корпуса, приглашенные. Сразу хочу отметить, что ежегодное послание не претендует на роль долгосрочной программы стратегии развития страны. О ней пойдет речь на предстоящем пятом Всебелорусском народном собрании. Сегодня разговор у нас будет о целях ближайшей перспективы и конкретных задачах на нынешний год. Я придаю ему, как и вы, особое значение по многим причинам. Но в первую очередь из-за того, что с него начинается новый пятилетний этап развития. Он должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономической сфере. Нельзя забывать, что в последние 2-3 года мы темпы развития в экономике замедлили. И хотя основную роль в этом сыграли внешние факторы, тем не менее, надо признать и свои недоработки. Мы отстаем от передовых стран по уровню производительности труда, затратам энергии, материалов и в конечном итоге по конкурентоспособности товаров и услуг. Угрозам нашей экономической безопасности мы должны противопоставить организованность и инициативу, мобилизацию всех ресурсов и умение эффективно хозяйствовать. На сей счет мы говорили не единожды. Этот год станет серьезным экзаменом для всех ветвей власти и управленческих структур. Покажет, кто на что способен в преодолении трудностей. Вторая особенность года – парламентские выборы. Важное политическое мероприятие. Важность этой кампании для страны несомненно. Она будет экзаменом политической культуры нашего общества. И надеяться на то, что у нас люди к этому готовы и политически культурны – нельзя. Людей и общество к этому надо готовить. Третья особенность 2016 года – он объявлен годом культуры. Вызвано это тем, что культура в широком смысле слова должна играть более активную роль в сплочении народа вокруг созидательных целей, высоких нравственных принципов и наших добрых традиций. В непрерывном глубоком процессе формирования трудолюбивой, образованной, духовно богатой и здоровой нации. При том, что акцент будет сделан на художественной, творческой сфере. Большое внимание и больше внимания надо уделять и другим направлениям – культуры, производства и земледелия, быта и человеческих отношений, обустройства городов и сел бережного сохранения исторического наследия. Все это задачи года культуры. И не только это. Все решения, что касается экономики, как никогда в этом году конкретизированы и приняты. Их просто нужно реализовать. Прямым руководством к действию является всеми нами и вами и мной и правительством разработанный указ от 23 февраля 2016 года 78. В нем определены основные направления работы. Предельно четко расписано каждому, что и как делать. Остановлюсь на главном. На факторах роста и резервах, способных обеспечить устойчивое развитие. Первое. Снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции. Это стратегическое направление повышения конкурентоспособности экономики. Оно касается каждого рабочего места, технологического участка завода, сельхозпредприятия, региона и отрасли. Хочу особо подчеркнуть, что перед государственными органами поставлена задача обеспечить снижение себестоимости не менее чем на 25%. И она должна быть выполнена. Уважаемые друзья, особенно руководителей касается всего лишь на 25%. А ведь в тех странах, с которыми мы конкурируем, себестоимость продукции при значительно более высоких затратах на энергоресурсы и прочее, значительно ниже, чем у нас. А нам с ними и дальше предстоит конкурировать. Поэтому всего лишь 25%, но не в 2 и в 3 раза. В первую очередь ставку надо делать на внедрение эффективных методов управления, использования современных стандартов качества и технологических регламентов. Здесь прямое поручение министрам. Значительную долю снижения затрат следует обеспечить именно за счет этих факторов. Еще раз проработайте вопрос о сокращении непроизводственных расходов. Откажитесь от тех капитальных вложений, которые в ближайшее время не дадут отдачи. В этом году придется ужаться всем, так как это мы сделали в жилищно-коммунальной сфере, обеспечивая баланс интересов населения и предприятий. Рациональный, прагматичный подход к формированию тарифов будет обеспечен во всех сферах, оказывающих услуги населению нашей страны. Работа в этом направлении, как вы знаете, ведется. Существенным фактором снижения себестоимости продукции является отказ предприятий и организаций от недобросовестных посредников, которые используют серые схемы для накрутки цен в свою пользу при поставках сырья, запчастей или комплектующих деталей, особенно из-за пределов нашей страны. И я бы попросил, опять же, ответственных лиц в правительстве, министерствах и руководителей, когда я говорю о посредниках, не ждите дополнительных указаний и законопроектов. Вы знаете, что такое посредничество и знаете, где и как можно избежать этого посредничества. Действуйте. Последнее время наши компетентные органы, на которые все чаще обижаются некоторые деятели, вскрыли ряд выпивших фактов. Некоторые компании закупали за рубежом продукцию, затем проводили ее через свои дочерние фирмы, продавали белорусским предприятиям в 2-3, а то и в 5 раз дороже, и снова деньги выводили в офшоры или же на подконтрольные за пределами страны эти компании. От такой предприимчивости двойной ущерб. И что удивительно, больше всего это касается нашего агропромышленного сектора. Кто бы мог подумать. Бедолаги. Платят 5 раз дороже. Сами не могут закупить Михаил Иванович Руссий, Леонид Константинович Заяц. Мы уже об этом не один раз с вами говорили. С одной стороны, у предприятий из-за этого значительно возрастает себестоимость продукции и снижаются доходы, а с другой, из-за ухода от налогов, вывода капиталов за рубеж, страдают государственный бюджет и экономика в целом. Второе. Эффективная занятость людей. Для снижения затрат не обойтись без оптимизации численности работников. Это означает, что на каждое сокращенное место должно быть создано новое, более производительное. Задача непростая. Нужны высокотехнологичные инвестиции и подготовка высококвалифицированных кадров. Я говорил, это просто. Если вдруг на МАЗе, БелАЗе или других МТЗ предприятиях происходит оптимизация и высвобождается энное количество работников, то этих людей руководители должны взять за руку, перевезти через дорогу и трудоустроить вместе с местными органами власти на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Я это говорю не в первый раз, но спрос за это в этом году будет жестокий. Чтоб потом обиднее было. В данных вопросах правительству, губернаторам всей вертикали власти необходимо работать на опережение. Задача ежегодно создавать 50 тысяч новых рабочих мест является минимальным требованием. Подчеркиваю, всего лишь 50 тысяч. Даже не 100 тысяч и не миллион. Правда, в последнее время нам все больше говорят и заявления идут миллион создать. Ну, конечно, смешно. Для того, чтобы миллион рабочих мест создать, надо иметь миллиарды долларов. Это во-первых. Во-вторых, надо иметь высококвалифицированных работников. А в-третьих, ведь рабочие места не нужны вчерашнего дня. Нужны рабочие места завтрашнего дня. А это значит, что нам надо создать за пять или год, как там предлагается, новую экономику Беларуси, чтобы на нее, на эти предприятия, туда устроить миллион человек. Поэтому мы реалисты стоим на земле. Нам надо 50 тысяч новых рабочих мест. К каждому задание доведено. Выполняйте. И помните, рабочие места создаются не для отчетов, а для людей, конкретного человека, который живет на белорусской земле. И еще один аспект проблемы. Пока создаются новые рабочие места, необходимо обеспечить условия и для самозанятости людей. Сегодня ситуация на рынке труда достаточно изменчива, и нам нужно быстро на это реагировать. Если вам кто-то и что-то мешает, Вы знаете, что делать? Вносите конкретное предложение. Третье. Инвестиции и новые проекты. Главный стимул для инвестиций – это ясные и понятные правила и законы, которые соблюдают все, как наши отечественные, так и зарубежные инвесторы. Но если у нас в экономике есть такие законы, которые тормозят процесс привлечения капиталовложений, то необходимо быстро реагировать и гибко адаптировать к меняющейся реальной ситуации. Поручаю правительству до 1 сентября 2016 года проанализировать и систематизировать инвестиционное законодательство и внести соответствующее предложение. Как вы понимаете, без парламентария мы это не сделаем. Подключайтесь. Инвестиционная политика в 2016 году должна соответствовать следующим принципам. Максимальное привлечение прямых иностранных инвестиций. Концентрация вложений в активные основные средства, в передовые технологии, информационные системы, робототехнику. Повышение отдачи от вложенных средств за счет эффективности управления проектами. В этом году для восстановления экономического роста необходимо привлечь не менее полутора миллиарда долларов США, прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что позволит заместить недостающие внутренние ресурсы внешними источниками. Сегодня в мире одним из крупнейших инвесторов является Китайская Народная Республика. Для Беларуси в настоящее время открыта кредитная линия на 8 миллиардов долларов и обещано при освоении миллиарды долларов столько, сколько надо для Беларуси со стороны наших друзей из Китайской Народной Республики. Но самое удивительное, вы даже подумать не могли на заре своей парламентской деятельности, когда вы пришли в этот зал, что у нас в Беларуси высшие должностные лица, правительство, губернаторы и прочие руководители не могут сформировать нормальный портфель проектов под эти инвестиции. Но это отдельный разговор. Большой инвестиционный потенциал заложен в сотрудничестве с международными финансовыми организациями. Это откроет двери для многих крупных инвесторов. Особого внимания требует развитие сотрудничества с Международным валютным фондом. Программа с МВФ это не панацея, но и индикатор открытости нашей экономики. Об этом тоже немало сказано. Разговаривать с МВФ мы должны, защищая свои интересы, доказывая, рассказывая, требуя того, чтобы нас понимали на этом переговорном процессе. Портфель проекта Всемирного банка для Беларуси около миллиарда долларов. Эти средства, которые уже можно использовать, но из них 600 миллионов до сих пор не задействованы из-за нерасторопности тех же государственных органов. Чудеса. До конца года эти вопросы должны быть решены. Я требую в кратчайшие сроки устранить все так называемые законодательные препятствия для вовлечения в экономику страны средств международных финансовых организаций. Говоря простым языком, убрать всякие бюрократические барьеры. Поручаю правительству завершить кратчайшие сроки упрощения порядка заключения международных договоров. Максимально эффективно должна быть выстроена система кредитования инвестиционных проектов. Все коммерческие займы предприятия должны брать сами, исходя из имеющихся бизнес-планов, без государственных гарантий. В этом году подписан указ, открывающий путь для наших предприятий на международные биржи. Активно прорабатывайте эти вопросы. До конца года жду конкретных предложений. Четвертое. Рост и диверсификация экспорта. Важнейшим приоритетом, приоритетом и из приоритетов был и остается экспорт, его рост и обязательно диверсификация. На сегодняшний день приходится констатировать, что на традиционных рынках сбыта отечественной продукции, в первую очередь России и Украины, сократился платежеспособный спрос. Мы не можем просто сидеть и ждать, когда он возрастет. Поэтому поставлена задача диверсификации белорусского экспорта. Надо сказать, что эта задача поставлена не сегодня, и не вчера, и даже не позавчера. Мы очень точно, извините за нескромность, уловили будущую ситуацию и еще 5-7 лет тому назад заговорили о диверсификации. И тогда платежеспособный спрос на наших рынках был нормальным, но мы понимали, что зависеть так сильно от одного рынка сбыта нельзя. Это приведет к беде. В 2015 году для создания условий доступа на новые рынки было сделано немало, в том числе на высшем уровне. Достигнут договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества с Китаем, Индией, Пакистаном, Вьетнамом. Активная позиция правительства должна быть в реализации инициативы сопряжения экономического пояса, Шелкового пути и Евразийского экономического союза для устранения барьеров и ограничений торговли. Ключевым фактором продвижения экспорта является обеспечение пакетного принципа продаж в комплексе с послепродажным обслуживанием, оперативным ремонтом, дополнительным сервисом. Без этого сегодня на внешние рынки нечего носунуть. Пятое. Рациональное импортозамещение. Беларусь уже не первый год занимается импортозамещением. Однако сейчас этому направлению надо придать новый импульс и смысл. Сфер применения достаточно много. Основной элемент динамичного импортозамещения – расширение объемов локализации производства на совместных предприятиях. Имея в Беларуси крупное сборочное производство, мы до сих пор завозим комплектацию из-за границы. Кресла, отделочные материалы, автомобильные стекла, автокомпоненты. А ведь их надо делать у нас. Вот где ниша для наших предпринимателей и направление конкретной работы экономического штаба страны. Ключевой параметр результативности работы правительства в этом направлении определен. Прирост не менее чем на 600 миллионов долларов импортозамещающей продукции ежегодно. Все рычаги для поддержки бизнеса, который занимается производством, у губернаторов есть и в продаже неиспользуемое имущество, сдача его в аренду по доступным ценам и другие. Шестое. Качество продукции. Это важнейшая составляющая конкурентоспособности. На каждом предприятии диктатура качества должна стать показателем профессионализма в организации производства. Сегодня ослаблена требовательность к руководству предприятий за внедрение систем управления качеством. Отраслевые стандарты ниже лучших мировых практик. Работу по продвижению передовых методик в стране должен возглавить госстандарт. Седьмое. Наука инновации. В условиях ограниченных минерально-сырьевых ресурсов, стратегической линией развития для нашей страны становится переход на путь инновационного развития. Кстати, не только потому, как мне тут предлагают изложить материал по причине ограниченности минерально-сырьевых ресурсов. Не в этом дело. Главное состоит в том, что, как модно говорить, тренд сегодня в экономике совершенно иной. Главное сегодня богатство, не сегодня-завтра богатство, это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю. От этого многие страны уходят. И уже ушли. Потому что создается продукт будущего. Продукт, в который заложили мозги передовые технологии, это продукт с высочайшей добавленной стоимостью. И мы кое-где и кое-какие продукты подобные делать научились. Здесь активно ведется работа по поиску новых точек роста экономики, которые дадут устойчивую динамику ее развития. Во-первых, китайско-белорусский индустриальный парк. Здесь создается площадка для привлечения высокотехнологичных и конкурентоспособных проектов. Работа, к сожалению, идет из рук вон плохо. И в ближайшее время там будут приняты жесточайшие меры, в том числе и кадровые. Там должны быть созданы предприятия после завтрашнего дня. Предприятиям вчерашнего и сегодняшнего дня на этой площадке делать нечего. Знаете, по каким причинам? Прежде всего, продукцию мы не сможем сегодня реализовать здесь, в Европейском Союзе, в мире вообще. Во-вторых, белорусская атомная станция. Мы должны использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС-кластера энергоемких производств и повышения конкурентоспособности всей экономики. При этом публично сегодня однозначно хочу заявить, у нас будет переизбыток, как говорят, я беру в кавычки, электроэнергии после сдачи атомной станции. Это я взял в кавычки. Никакого переизбытка не будет и не должно быть, если мы правильно и вовремя к этому подготовимся. Давайте перестраивать нашу экономику и наших людей на электричество. Вместо природного газа, нефти и так далее, где можно заместить это собственным продуктом электроэнергии. Сегодня автомобильное производство все больше и больше ориентируется на автомобили и грузовые, и легковые, особенно легковые, я уже не говорю там про мотоциклы, велосипеды, на электро. Почему нам этим сегодня не заниматься? Почему в быту не ориентировать людей на электричество? При этом, коль у нас будет так называемый переизбыток, избыток электроэнергии, уменьши значительно цены на этот товар. К этому надо готовиться сегодня. Это задача дня. Третье. Мы недавно говорили о космосе. Кто-то когда-то был против запуска этой белки и так далее, и так далее. Сегодня у нас уже спутник связи летает и прочее. Сегодня уже никто не говорит о том, что мы поступили неправильно. Потому что мы не только новых людей порождаем в Беларуси, которые мыслят космическими категориями. Мы создали целую сферу, целый пласт производств, которые работают на космос. Четвертое. Зеленая индустрия. Речь идет о новых безопасных стандартах качества производимой продукции. Это основа диверсификации нашего экспорта для выхода на рынки развитых стран и инвестиций в будущее. Поручаю правительству до 1 июля 2016 года обеспечить подготовку государственной программы инновационного развития, в которой определить все ключевые подходы, приоритетные направления, первоочередные меры и инструменты для формирования экономики знаний. В реализации инновационной стратегии первое место отводится Национальная Академия Науки Парку Высоких Технологий. Мы давно обсуждали новый формат работы Национальной Академии Наук, создание наушно-инновационно-производственной корпорации, ориентированной на формирование высокотехнологичного сектора на собственной исследовательской и технологической базе. Полагаю, что сегодня Академия Наук может интенсивно развивать космическую деятельность, нано- и биоиндустрию, робототехнику. При этом у нас всегда, еще раз подчеркиваю, об этом говорили, была проблема. Вот мы, ученые, изобрели, а вот они, Семашка, с промышленниками и Волк или Село, брать не хотят. Вопрос решен просто. За все отвечает руководитель Академии Наук. Если он определил, что это прерывные технологии созданы, и он передал в правительство и указал, кто или не указал, кто это будет в стране реализовывать, это должно реализовываться мгновенно, немедленно, без всяких аргументов и споров. Нет доклад президенту. Понятна технология. Совместно с ГКНТ, парком высоких технологий, Академия должна стать движущей силой технологического развития национальной экономики. Повышение эффективности наших институтов инновационного развития нам, Белоруссии, парка, Китайско-Белорусского индустриального парка и технопарков должно быть постоянно в поле зрения руководства страны и, прежде всего, правительства. Оценивать их деятельность надо не по затратному принципу, а по реальной отдаче от капиталовложений в научную сферу. Чтобы она действительно работала на подъем страны, а не на удовлетворение личного любопытства ученых за государственный счет. Восьмое. Развитие госсектора и частного бизнеса. Улучшение деловой среды – постоянный процесс. Положительные результаты есть и подтверждаются международными экспертами. В последнем отчете Всемирного банка ведения бизнеса 2016 года по показателю налогообложения наша страна заняла 63 место среди партий 200 государств, продвинувшись за 5 лет на 126 позиций. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Цель – войти в первую тридцатку стран по условиям ведения бизнеса. Правда, когда я провожу эти факты, я сам не совсем понимаю, а что в стране нашей мешает заниматься бизнесом? Все кричали, что разрешительный принцип – дайте заявительный, дали. Пожалуйста, иди, пиши заявление и занимайся бизнесом. Но если кто-то хочет заниматься бизнесом в собственных интересах, и так как он считает нужным, не учитывая наше законодательство, наши законы, тогда вам не место работы в Беларуси. Надо прекратить этот спор. Никому он не нужен, потому что масса бизнесменов ни на что не обижаются. Они сегодня зарегистрировались и работают. Работают честно. Главное – уплати налоги. И можешь спокойно спать, можешь не спать. Это твое право. Но только отдай то, что ты должен отдать государству, как и во всем мире. И не надо, как мне некоторые говорят, ах, кого-то там задержали, арестовали. Завтра вроде бы придут за другими. Ну, конечно, придут, если вы будете так работать. Если вы будете обдирать государство и не платить налоги. Вот я единственное, что требую. Покажите еще один факт, за исключением уплаты налогов, по причине которого задержан хоть один предприниматель или бизнесмен. Положите на стол такие факты. Их нет. И молите Богу, что вы живете не в Соединенных Штатах Америки. Я обращаюсь к тем бизнесменам и предпринимателям, которые это заявляют. Государство защищает и будет защищать права, собственности и достоинства всех предпринимателей, которые честно ведут свое дело. Но мы вправе ожидать неукоснительного соблюдения законов, выхода из тени и отказа от неуплаты налогов. Основной стратегией развития и нашей основой государственных предприятий должны стать эффективность и прибыльность. Каждое проблемное предприятие необходимо рассмотреть, исходя из перспектив его деятельности. Но закрытие предприятия – это не перспектива. Речь идет о ликвидации неэффективной деятельности, а не предприятий и коллективов. То есть о том, чтобы вдохнуть в них новую жизнь за счет инвестиций, новых технологий, новых систем управления, новых производств. Вообще-то можете и закрыть предприятия. Но на этом месте должно возникнуть новое высокотехнологичное предприятие. И вообще можете и не создавать высокотехнологичное предприятие. Но чтобы люди каждое утро имели возможность пойти на работу, честно вложить свой труд, получить зарплату и прокормить свою семью. Вот единственное требование. Девятое. Макроэкономическая стабильность. Это прежде всего низкие цены. Чтобы их сохранить, требует правительство Национального банка обеспечить равновесие платежного баланса и бюджета. Платежный баланс – это кошелек нашей страны. Он формируется за счет устойчивого положительного сальдо внешней торговли, роста экспорта, привлечения прямых иностранных инвестиций и позволяет обеспечить своевременное погашение внешних обязательств. Особое внимание в 2016 году должно уделяться сбалансированному исполнению бюджета. В этом году правительству, местным органам власти необходимо реализовать компенсирующие меры налоговой политики, направленные как на восстановление доходов бюджета, так и на сокращение расходов. Требуется активизировать процесс дедолларизации экономики. В этом плане немало сделано. Когда население доверяет своей валюте, хранит неизбережения, оно поддерживает национальную экономику. Уже многое сделано для сокращения использования иностранной валюты в расчетах на территории страны. Банками созданы привлекательные условия, позволяющие населению получать по своим кладам реальный доход в рублях. Однако, дедолларизация невозможна без изменения сознания, психики, людей, психологии, привыкших все считать в условных единицах. Надо начинать в первую очередь с государственных органов. Следует уже в текущем году принять все необходимые решения, чтобы максимально отказаться от привязки ставок налогов в пошлин, арендной платы, тарифов к иностранной валюте и установить их исключительно в белорусских рублях. Тем более, деноминация – это новый этап развития национальной денежной системы. Она проводится не только для удобства финансовых расчетов. Этим правительство и Нацбанк подчеркивают свою решимость и способность обеспечить макроэкономическую стабильность в стране, а значит низкую инфляцию, низкие процентные ставки и восстановление экономической активности. Воспользуйтесь этим этапом, этапом деноминации и решите вопрос и по ставкам, и по дедолларизации страны. 10. Оптимальное развитие основных отраслей экономики. Наиболее существенное снижение темпов развития сегодня демонстрирует наш промышленный комплекс. Это ненормально. В мире активно идет переход к новой промышленной политике. Динамику развития определяют новые сектора экономики, основанные на IT-био-нанотехнологиях. Традиционные для рынка товары фактически приобретают новую жизнь за счет современных потребительских качеств и инновационных решений. Эти реалии и нам необходимо учитывать при формировании инвестпланов. Задача правительству обеспечить реализацию потенциала модернизированных предприятий базовых отраслей промышленности и ускоренное развитие новых высокотехнологичных секторов. Сельское хозяйство – важнейшая сфера деятельности, определяющая не только продовольственную безопасность и социальную стабильность в обществе, но и экспортный потенциал страны. Белорусские продукты узнаваемы и востребованы. Это в основном заслуга наших передовых хозяйств. Однако их, к сожалению, у нас недостаточно. По итогам прошедшего года почти каждая четвертая сельхозорганизация убыточна. Важнейший элемент оздоровления экономики села – это вытягивание отстающих коллективов до уровня средних, а тех, в свою очередь, до передовиков. Мне, правительство, в лице Михаила Ивановича Русова и Леонид Константиновича Зайца, это обещало при назначении. 78-м указом предусмотрена особая персональная ответственность председателей райисполкомов за улучшение работы убыточных сельскохозяйственных организаций. Они прежде всего отвечают за эти предприятия. Элементарное наведение порядка, соблюдение дисциплины, технологических требований, четкая организация работ должны дать серьезный толчок для преодоления отставания. Мы договорились усилить роль Министерства торговли как регулятора на внутреннем рынке страны. Займитесь развитием конкуренции, стимулированием предпринимательской активности для создания комфортной потребительской среды. На базе Минторга необходимо создать мощный антимонопольный орган, который объединит в себе функции поддержки добросовестной конкуренции и недопущения злоупотреблений со стороны монополистов. Это целевая задача, решение которой не позволит необоснованно повышать цены. Еще одно направление развития саморегулирования в торговле – улучшение привлекательности этого вида деятельности в малочисленных и отдаленных населенных пунктах. Именно здесь должны более активно работать не только организации Белкопсоюза, но и частный бизнес, как крупные торговые сети, так и индивидуальные предприниматели. Не буду называть фамилию, один из предпринимателей пообещал, крупных предпринимателей на одном из районов, который я хорошо знаю, это очень важно, я проконтролирую это сам, организовать сеть торговую по всему району современную в альтернативу Белкопсоюзу. Если Белкопсоюз не докажет свою состоятельность, готовьтесь к серьезной реформе. Необходимо при этом принять меры по сближению отечественных производителей и потребителей. О человеческом капитале. В предвыборной программе президента в числе важнейших задач названо развитие Беларуси как социального государства, основная забота которого создавать условия для раскрытия человеческого потенциала. Я исхожу из посыла, что уровень цивилизованности и гуманности общества в первую очередь определяется его отношением к детям и старикам. Да, в нынешних условиях для государства очень непросто придерживаться социальной направленности и принципов социальной справедливости, но мы на этом стоим и стоять будем, несмотря на всякие трудности. В этом году особый общественный резонанс получили вопросы совершенствования нашей пенсионной системы. Притом не надо тут страдать, рыдать, создавать какую-то проблему, что это такой тяжелый вопрос и прочее. Дорогие друзья, принимая решение о пенсионном возрасте и совершенствовании пенсионной реформы, давайте признаем, что мы плетемся в хвосте событий. Это давно уже надо было решить. Поэтому здесь ничего и никакой чрезвычайщины. И люди спокойно это приняли, потому что уже около третьей, может и больше половины пенсионеров давно поняли, что надо работать и работали, не выходя на пенсию. Поэтому чрезвычайщины здесь абсолютно нет. Тем не менее, разные варианты обсуждались, решение этой проблемы. Но и более рациональным признано постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Нас тоже критиковали. Мол, а вот Лукашенко, особенно россияне этим грешат, испугался. Надо было на пять лет, а он пошел вот так и всего на три года. Отвечаю на этот вопрос, то, что может в СМИ редко звучало. В данном случае все равно. На пять лет таким образом мы повысим. Или на три года. Разницы абсолютно нет с точки зрения финансовой наполняемости бюджета и с точки зрения возрастного уровня нашего населения. Абсолютно. Поэтому мы сделали этот первый шаг. Он будет длиться шесть-семь лет. А дальше, как я говорил, мы вместе с вами вернемся к этому вопросу, если в этом будет необходимость. Должен сказать о принципах развития нашей пенсионной системы. Тоже не заметили некоторые наши альтернативщики и гвалтом кричат о пенсионном возрасте. Пенсионная реформа или совершенствование пенсионной системы, как мы правильно говорим, это не только пенсионный возраст. Это пенсионная система. И сохраняя ее нынешнюю солидарную основу распределительную, в дальнейшем мы будем более активно развивать другие формы, включая накопительную. Кстати, она сегодня реализуется. И мы, глядя на Россию, Украину, наших родных, братьев, убедились, что мы поступили абсолютно правильно, не нагнетая накопительную систему. Вы посмотрите, что происходит. Сколько у них кувырканий из-за этого. Мы дали право людям, выбирайте. Выбирайте, если вы хотите, накопительную систему. Вместе с предприятиями накапливайте. Но мы сохранили вот эту основу, чтобы люди с голоду не поумирали и кусок хлеба имели. Вот эту плохую, в кавычках, накопительную, эту самую солидарную или распределительную систему. Дальше сложится нормальное условие. Мы будем вести себя более активно, но люди постепенно привыкнут к этому. Это же не самая, так сказать, продвинутая часть нашего населения. Это же наши старики. И здесь ломка абсолютно недопустима чисто психологически. С учетом реальных процессов в экономике, общественных настроениях, я еще раз подчеркиваю это, чтобы не допустить потери за инфляцией и иных негативных тенденций, мы будем двигаться вперед. Главный посыл. Мы не намерены уменьшать размеры пенсии, так как и увеличивать налоги на предприятия и социальные выплаты самих работающих пенсионный фонд. Еще один акцент, на котором должны быть сконцентрированные усилия правительства. Оказание социальной поддержки людям с ограниченными возможностями. Мы всегда с особым вниманием относились к нужным потребностям ветеранов Великой Отечественной войны и других войн. Мы раньше, чем другие государства Восточной Европы и СНГ, решили их проблемы, в том числе и самые тяжелые уже лишние. Помня об их беспримерном мужестве и стойкости. Все эти годы мы проводили и будем проводить меры по улучшению качества жизни этих людей. Да и осталось-то их совсем немного. В обеспечении благополучия всех слоев населения особую роль играет динамичное развитие здравоохранения. Эта сфера является приоритетом белорусского государства. В мировом рейтинге по доступу к медицинским услугам мы занимаем первое место. А по благоприятным условиям для материнства мы находимся на 25-м месте среди почти 200 стран. За последние годы в Беларуси модернизированы все звенья системы здравоохранения от фельдшерско-акушерских пунктов до областных больниц современных медицинских центров. Высокотехнологичные операции проводятся во всех регионах страны. Вместе с тем в медицинской сфере предстоит сделать еще очень многое. В поликлиниках не должно быть очередей. Надо завершить информатизацию рабочих мест практических врачей для внедрения технологии электронного рецепта и перехода на электронные карты пациента. В 2016 году надо усилить профилактику заболеваний, ведь болезнь проще предупредить, чем лечить. У населения необходимо сформировать навыки культуры здоровья, начиная с образа жизни, правильного питания, отказа от курения и алкоголя. Ну, не совсем, конечно. То пить перестанем, беда другая будет. А вот курить, это вообще безумие. Здоровье человека зависит от многих факторов. Один из важнейших – физическая культура и спорт. Руководителям организаций совместно с нашими профсоюзами следует шире применять методы морального, материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом. Ведь здоровая нация – основа процветающего и сильного государства, любого государства. Мы многого добились в развитии спорта высших достижений. У нас впереди главный экзамен 4-летия Олимпиада 2016 года. Для спортсменов и тренеров в нынешних непростых условиях сделано все возможное, чтобы они смогли показать в Рио-де-Жанейро высокие результаты. И народ Беларуси вправе ожидать от них достойного выступления, которым можно будет гордиться. Что касается задач в демографической сфере, то главное остается неизменным – создание условий для роста населения страны. За десятилетия, с той поры, как была принята первая государственная программа решения демографических проблем, мы получили результат, к которому стремились практически сжаты демографические ножницы. В 2015 году уровень рождаемости практически сравнялся с уровнем смертности. Родилось почти 120 тысяч детишек, и такой рождаемости не было больше 20 лет. За 10 лет младенческая смертность снизилась почти в три раза. Поэтому показателю Беларусь вышла на самые передовые позиции в мире. Это самое главное наше достояние, когда женщина рожает и полностью уверена в том, что она родит, и этот ребенок будет здоровым. Но есть и недостатки. Вы знаете, о чем я говорю. Радует и то, что увеличивается размер белорусской семьи. Более 56% новорожденных – это вторые и последующие дети. Это прорыв. Наши демографические программы доказали свою результативность, и мы продолжим их реализовывать в полном объеме. Уже задействован такой механизм поддержки семьи, как материнский капитал, а также помощь в решении жилищных проблем. Мы и дальше будем прежде всего уделять внимание в плане жилья многодетным семьям. Инвестиции в семью – это инвестиции в будущее развитие. Но сегодня необходимо сместить акценты с экономической составляющей, которая достаточно весома, на политику семейного благополучия, психологической устойчивости и стабильности, что греха таить. Некоторые семьи и многодетные семьи, родив троих-четверих, говорят, это Лукашенко дети, пусть он ими занимается. Недорогие мои, я готов подставить плечо третьего, четвертого, действительно мои дети. Я должен им помогать, как и первые и вторые тоже, я от них не отказываюсь. Но забота о детях, прежде всего, проходит через семью. Развитие семейной инфраструктуры, создание условий для семейного досуга, культурно-массовых развлечений, совместных занятий спортом, как в городской, так и в сельской местности – еще одно немаловажное условие в деле сплочения семьи. Уважаемые товарищи, качественное совершенствование требует сегодня системы образования. Я не говорю о какой-то реформе, ломке, как у нас привыкли это делать. Совершенствование. Надо делать следующий шаг. Честно говоря, я уже вчера думал о том, что мы систему образования отреформировали, отсовершенствовали, и больше к ней не надо прикасаться. Вы понимаете, последние годы, 5-10 лет, произошел совершенно, я не вору, качественный, невероятный космический скачок в развитии общества. Посмотрите, новые технологии, интернеты, которые, ну, просто повязали весь мир, знания. Дети наши уже в 10-15 лет превосходят нас, 22-летних. Совершенно иное качество. И нам от этого отстать нельзя прежде всего в образовании. Поэтому задача знания многих выпускников учебных заведений оставляет, к сожалению, желать лучшего. Немало звучит претензий и по поводу учебников. Но самая главная проблема, уважаемые мои, это мне в доклад не включили, но это прекрасно знаю по себе, это проблема у учителей, как бы кому-то это не нравилось. Если учитель не сделает в ближайшее время несколько шагов к этой вершине, мы будем иметь проблему уже не зарплат учителей, не каких-то там доходов и жилья, мы будем иметь проблему с самим учителем. Поэтому надо сделать все, чтобы воспитать, родить, если хотите, нового учителя. Родить новых, это долго. Поэтому рожать будем, переделывая старое учительство. Относительно старое. Надо всколыхнуть наше учительство. Надо заставить учителя, как прежде, работать с семьей, с учениками, как это было в наше время, когда учитель такое же время, как в школе, был в семье своего ученика. Давайте посмотрим, так ли это сегодня. И сколько вы встречались с учителями своих детей у себя дома. Интересовались ли они этим? Живет ли учитель проблемами ученика? Нет. Поэтому это наша главная задача. Все остальные решаемы. Задача номер один, это подготовка и выпуск для школ. Новая задача. Сузов вузов современной учебной литературы. На самом высоком уровне. Причем такое издание должно быть и электронной версии. Ратуя за улучшение высшего образования, многие сегодня с надеждой смотрят на недавнее вступление Беларуси в Болонский процесс. Конечно, важно, что мы вливаемся в некую общеобразовательную европейскую реку, сможем реализовать тесные контакты с зарубежными вузами, проводить студенческие обмены, участвовать в совместных научных проектах, но при этом не следует бездумно копировать западную систему образования. Об этом предупрежден и вице-премьер нашего правительства на недавнем совещании у президента, и новый министр образования. В этой системе, нашей системе, наряду с плюсами, есть и минусы, которые надо отсеивать. Я имею в виду Болонский процесс. Нам нельзя допустить оттока лучших интеллектуальных ресурсов. Белорусская высшая школа еще с советских времен имеет богатый опыт организации и учебного процесса, и мы не должны утратить положительное качество ее. Речь идет прежде всего о системе патриотического, морально-этического, эстетического воспитания, которая требует всяческой поддержки и развития в современных условиях. И здесь мне видится особая роль нашей системы образования, которая должна, во-первых, научить молодежь жить в нынешней насыщенной и очень информационной среде, во-вторых, воспитывать нравственную личность, прививать чувство гражданской ответственности человеку с младых лет, чтобы каждый смог видеть разницу между добром и злом, и выбирать именно ту положительную сторону любого явления. Персональную ответственность за воспитательную работу в учебных коллективах несут руководители учреждений образования. Но в более широком контексте эти вопросы постоянно должны находиться в зоне особого внимания идеологического актива страны и таких конструктивных общественных организаций, наших помощников, как Белорусский Республиканский Союз Молодежи, наша организация «Белая Русь», Союз Женщин, Ветеранские Объединения и, конечно же, Федерации Профсоюзов, у которой еще более широкие функции воспитания человека труда и зашиты его прав. О задачах и перспективах дальнейшего развития системы образования и воспитания молодежи мы более подробно, как мною обещанно и предметно, поговорим на августовских совещаниях с педагогами. Одно из важнейших достижений государства за 25-летнюю историю независимости, сохранение богатого разнообразного исторического наследия белорусов, удовлетворение культурных запросов людей. Главная задача в год культуры – активизация интеллектуальных и духовных сил общества, прежде всего молодежи для дальнейшего социально-экономического развития страны. Минкультуры стоит уделять особое внимание культурной безопасности государства. К сожалению, в настоящее время и эта сфера духовной жизни народа стала ареной для противостояния политических сил, размежеваний и дележки достижений. Сегодня задача – не допустить конфронтации общества, всячески содействовать ее консолидации ради благополучия настоящего и будущего нашей страны. На реализацию госпрограммы «Культура Беларуси» на предстоящую пятилетку заложены солидные средства республиканского и местного бюджета. Правительство и местная власть обязаны помнить, что каждый рубль, вложенный в строительство и реконструкцию объектов культуры, должен приносить пользу. Несвеж, Мир, Музей Великой Отечественной войны – хорошие примеры. Но что дальше? Когда будет внедрен системный подход к модернизации, учреждений, культуре, имеющих важное республиканское значение. В нынешних условиях особенно важна защита нашего информационного пространства. Не секрет, что Беларусь простреливается различными информационными потоками, поэтому необходимо умело и системно противостоять негативным явлениям, настойчиво проводить свою линию, защищая интересы белорусского народа и государства. К левете. Различным инсинуациям нужно давать решительный отпор. Когда-то у нас бытовало хорошее выражение – к штыку приравнять перо. И, кстати, все руководители крупнейших средств массовой информации, к нам принято сегодня говорить, медиахолдингов, у нас когда-то этот штык носили при себе. Но то ли штык подзатупился, то ли перо потирали. Вот эту боевитость, умение активно и профессионально вести дискуссию, отстаивать конструктивную позицию сегодня как никогда, важно взять на вооружение нашим газетам, журналам, телеканалам и радиопередачам не только республиканского уровня, но и регионального. Кстати, если нужен штык, у нас этого добра хватает. К министру обороны. Совершенствование кадровой политики. На протяжении становления суверенитета страны у нас сформирована кадровая политика как стратегическая деятельность государства и его органов управления. Но сейчас надо идти дальше, соизмеряя каждый шаг с новыми требованиями и задачами. Изменения в экономике влекут за собой корректировку в работе с кадрами. Особую актуальность приобретает подготовка руководителей новой формации, способных адаптироваться к сложной обстановке. В нынешней ситуации необходимо решать следующие задачи. Первое. Государственно-кадровая политика должна быть направлена на реализацию приоритетов социально-экономического развития и обеспечить подготовку и расстановку кадров, способных осуществить эффективное управление отраслями экономики. Руководящий состав должен умело организовать дело и вести за собой людей, а не плыть по течению. Не те времена. Где-то надо грести против течения. Задача органов власти – поддержать профессиональных инициативных работников, поощрять их самостоятельность и высокую результативность. Второе. Оптимизация и формирование компактного управленческого аппарата на основе научного подхода инновационных кадровых технологий. Закостенелая система управления тормозит развитие страны, снижает эффективность работы не только госорганов, но и реального сектора экономики. И здесь у нас огромные резервы. Правительству совместно с администрацией президента необходимо обеспечить повышение эффективности работы кадровой вертикали. Престижа государственной службы, безусловное и качественное выполнение мероприятий по сокращению излишних и дублирующих функций органов госуправления, контролирующих и правоохранительных органов – это наиважнейшая приоритетная задача. Ею мы занимаемся непозволительно долго. Это касается как администрации президента, прежде всего, которой это поручено, курировать правительству и председателя Минского обл. исполкома, который забыл, видимо, что мне обещал. Положить мне матрицу на стол завтрашнего аппарата обл. исполкома, по которой мы приведем в чувство все обл. исполкомы. Третье. Обновление и плановая ротация государственного аппарата. Продолжить курс на омоложение, создание эффективного резерва наращивания потенциала кадров. Важно их максимально быстрое профессиональное становление в качестве современных управляющих, способных придать новый импульс в развитии той или иной сферы деятельности. На их подготовку необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы – образовательные, научные, административные и особенно интеллектуальные. Уважаемые друзья, нам надо почаще и парламентариям, и мне, и правительству бывать в наших вузах, где готовят и переподготавливают кадры. Простите меня, и пусть не обижаются на меня руководители и преподаватели вузов. Вчерашний день. Преподавание в своем большинстве не ориентировано на решение тех задач, о которых мы сегодня говорим. Как были желтые конспекты и закостенелые знания, так они и остались. Нам нужны новые люди с новыми знаниями. Это еще более важнее, чем учитель в школе. Поэтому нам надо чаще бывать в вузах, надо чаще доносить, больше доносить до преподавателей, руководителей вузов то, чем живет мир и страна. Ведь многого они не знают, потому что сегодня еще и другая беда. Да, интернет хорошо, да, средства массовой информации хорошо, но в большинстве своем они же превратились в рупоры некой пропаганды и вранья. И то, чем пользуются сегодня учителя и преподаватели, там надо, я не знаю, не между строчек читать и смотреть и уметь это делать, а вообще выбросить эту информацию и, может быть, наоборот, все воспринимать. Поэтому нам надо ближе быть к ним и доносить то, еще раз повторяю, чем живем мы и чем будет жить завтрашний мир. 4. Еще одной важной задачей остается подготовка и переподготовка специалистов в соответствии с потребностями экономики. В современных условиях нельзя допустить разрыва между научно-техническим уровнем нового производства и квалификации кадров. И переподготовку, дорогие мои, надо вести не в институтах повышения квалификации, а непосредственно на производстве, на тех участках, где будут работать специалисты и руководители. В институтах переподготовки и юридических, и прочих гуманитарных, экономических надо их зарегистрировать, этих слушателей, рассказать им, чем будем заниматься. Кстати, сроки когда-то я приказал ограничить на этой переподготовке. У нас некоторые переподготавливались минимум месяц, а то по полгода и год. И вы знаете, во что это выливалось? Сегодня, как мне докладывают, это выполнено требование. Неделя, там, десяток дней, но на производстве. Чтоб люди видели воочию и пощупали новые технологии, новые образцы продукции, новые методики. Вот что сегодня нужно в системе переподготовки кадров. Нужно обеспечить, и это самое главное, гарантируемое государством предоставление первого рабочего места выпускникам учреждения образования. Молодой специалист будущее любого предприятия. При этом очень правильно сегодня ставят вопросы в учительской среде, в научных организациях и так далее. Это же ненормально. Такая разбежка между молодым специалистом, который пришел в аудиторию, и преподавателем, допустим, который работает 20 год и получает там за выслугу, за стаж, еще какие-то бонусы. А молодой специалист отстает от него в заработной плате 5 раз. Это нормально? Нет. Так, дорогие мои, суть же зарплаты в чем состоит? Вложил большее количество и качественно труда, получи больше. А что, вы хотите сказать, что молодежь сегодня приходит и работает хуже, чем те, кто по 20-30 лет стоит у этого станка? Я в кавычки беру станка, потому что это больше касается гуманитарных дисциплин, преподавания и так далее. Да многие молодые люди, приходя на свою работу, выдают результаты значительно выше, чем уже существующие кадры, взрослые кадры. Я не хочу сказать, что они плохие. Я хочу сказать, что неправильные критерии принимаем, неправильными критериями пользуемся. Молодой, значит, ты ничего не получаешь. Вот дорастешь до старика 45-50 лет, тогда получишь. Неправильно. Надо судить по тому, как работает человек, какой его труд, что он кладывает в свою работу. И я уже поручил и Качанову, и нашему министру образованию немедленно заняться уже в этом году проработкой новых критериев заработной платы и оплаты труда в этой сфере. Уважаемые друзья, надо уделить серьезное внимание профессиональному совершенствованию тех, кто занят на производстве. Это очень важно. Кризисы приходят и уходят, а люди остаются главным ресурсом страны. Квалифицированные кадры от рабочего инженера до ученого-управленца, руководителя нужно выращивать повседневным и кропотливым трудом. Поручаю правительству принять необходимые меры по устранению имеющихся проблем. Кратко о задачах законодательной ветви власти, хотя вы люди опытные, не хуже меня знаете, что сегодня вы должны делать и как это делать. Осенью 2016 года завершает свою работу пятый созыв Палаты представителей Совета Республики Национального Собрания. Нынешний состав парламента заслуживает хорошей оценки за деловой стиль, продуктивную законодательную международную деятельность. Но об этом мы с вами поговорим отдельно. Я председателю Палат председателю предупреждал, что мы отдельно с вами встретимся для того, чтобы обсудить наши проблемы и чтобы я имел возможность поблагодарить лучших из лучших и определиться на будущее с нынешним составом. Хотя период его работы близится к финалу, это не повод к снижению активности в принятии важных законопроектов и решения вопросов, которые находятся в компетенции парламентария. И не только потому, что вам еще надо работать, вам надо принять бюджет. Так, Владимир Павлович? Так, да. На будущий год, как у нас традиционно уже традицией стало. Вы опытные люди, мы не можем на плечи нового парламента перекладывать этот ответственный момент. Поэтому, это не только поэтому, а еще и потому, что все вы на пенсию не уходите. Вам же предстоит, ну, в подавляющем большинстве где-то работать. И то, что мы будем решать с вами на финишной прямой, это же нам, мне и вам, всей стране пригодится. Поэтому вы, пожалуйста, себя в пенсионеры не записывайте. И не считайте, что вы уже все сделали, дальше можно руки сложить и сидеть дома. В нынешнем году депутатскому корпусу, я уже сказал, предстоит держать серьезный отчет перед избирателями. В особенности тем из вас, кто примет решение участвовать в парламентских выборах. Я не спрою, что отдельные депутаты меня уже просят о поддержке на новый срок. Это нормально. И вы этого не стесняйтесь. Но помните одно. Вы в этом зале, исходя из нашей, из нашего критерия преемственности нового парламента, должны определиться, кто из вас хочет и в состоянии работать в новом парламенте. Это не потому, что, знаете, хотелки, как известный политик говорил, у кого-то в голове. Это для того, чтобы сохранить преемственность, чтобы польза была для народа. Поэтому порядка 30, пусть чуть меньше, но близко к 30% парламента. Я хотел бы, чтобы депутаты работали в новом парламенте, придут новые люди. Их надо взять за руку, провести по всем этим кабинетам, залам, научить, на практике научить, как быть депутатом. Что это не простой процесс, что это тяжелая, если работать. Тяжелая работа. Самая тяжелая. Наряду с научной деятельностью, законотворческая работа. Это сродни научной работы. Ответственность несоизмеримо больше. Поэтому давайте об этом договоримся. Я вашему председателю, одному и второму, об этом говорил. 30% примерно мы должны выкристаллизовать из нынешнего парламента. И порасить наш народ, чтобы он поддержал наши предложения. Но эту проблему начните решать с себя. Здесь, в этом зале. Надо будет поддержка. Вы знаете, что у меня здесь ни врагов, ни противников нет. Это вы все мои люди, мои дети. И я буду вас поддерживать всячески. Так, как вы определитесь. И я надеюсь, наш новый депутатский корпус будет обладать высокой политической культурой. Уметь вести постоянный диалог с другими ветвями власти, гражданским обществом, регионами, жителями. Международным сообществом будет сражаться и бороться, как Гуминские и другие, на международной арене, защищая наш интерес. В связи с тем, что в парламенте появятся новые люди, которым предстоит осваивать азы законодательной деятельности, важны их профессиональные становления и поддержка инициатив, отвечающих в современном реалии. Мы занимаемся, не скрою, этой работой. Мы пойдем к людям открыто, с новыми кандидатурами. Но запомните, это не должны быть какие-то карманные губернаторские или чьи-то депутаты. Это должны быть лучшие люди нашей страны. Потому что сразу же, в первый период деятельности парламента, мы увидим, насколько качественный его состав. И за это будут нести ответственность и те общественные организации, которые выдвигают депутатов, и прежде всего государственная власть. В этой связи палатам парламента, как я уже говорил, очень важно обеспечить преемственность, сохранив стабильность, работоспособность высшего законодательного органа. Людей, которые захотят уйти на конкретную работу, их, конечно же, будет большинство. Тоже мною распоражения отданы всем руководителям и вертикали власти. Все, кто хочет и способен работать, будут трудоустроены. Ну, как в народе говорят, хомут на вашу шею мы всегда найдем. В предстоящий период надо сделать, чтобы белорусский парламент укрепил свои позиции на международной арене. Надо сохранять связи с Российской Федерацией, ее регионами, решать сотрудничество с европейскими парламентариями, со странами Юго-Восточной Азии, Америки, Африки. Тем более, они очень активно пошли на сотрудничество с нашими депутатами, нашим парламентом, и это во многом благодаря вам. Результат этих мероприятий должен проявиться и в повышении политического имиджа Беларуси, так и в активном продвижении экономических интересов нашей страны. Для депутата Палаты представителей, члена Совета Республики не должно быть несущественных проблем избирателей. С каждым вопросом, поднятым в обращении жителей соответствующей территории, необходимо дойти до сути проблемы, предметно разобраться и оказаться действием в ее решении. Именно таким путем завоевываются авторитеты и уважения граждан. Но это отнюдь не значит, что вы должны решать те проблемы, которые должна решать вертикали власти исполнительные. Но вы, люди самые активные, люди, которые видят эти проблемы, вы должны их прежде всего увидеть и поставить перед соответствующим органом для решения, если это не ваша компетенция. Хотя, кто его знает, какая компетенция у депутата? Я прошел этот путь, и так же, как вы, понимаю, что полномочия депутатов колоссальны, обширны. И частенько бывает, что приходится отвечать не за свое. Но такая наша доля, такой наш избиратель, и других у нас не будет. В свою очередь, всегда рассматриваем депутатский корпус, как я уже сказал, в качестве важнейшего резерва кадров. О приоритетах внешней и оборонной политики. Последние годы серьезно изменилась обстановка в мире. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникают целые террористические квази-государства, несущие угрозу для всего мирового сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Волна терроризма буквально захлестнула многие страны. Кровавые события в Париже, Брюсселе потрясли весь мир. Угроза сохраняется для других государств, о чем нельзя забывать. Беларусь должна быть готова противостоять международному терроризму, жестко и принципиально пресекать любые его проявления, взаимодействуя с другими государствами и создавая собственную систему обеспечения безопасности. И соответствующие меры принимаются. И вы об этом не единожды слышали. Конструктивное участие в обеспечении безопасности принимает все белорусское общество, демонстрируя сплоченность перед лицом новых угроз и понимания принимаемых силовыми структурами мер. Вы вызывает тревогу и такая негативная мировая тенденция, как набирающие обороты новый этап холодной войны. Замаячил призрак новых блоковых противостояний, подрывающих фундаментальные основы глобальной и региональной безопасности. И это особенно печально осознавать в год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Вы знаете, вы наверное больше меня это чувствуете и читаете больше. Нас тут пятая колонна и разные так называемые оппозиционеры упрыкают. Но опять тут улады по чали ездят на тем же кони. Безопасность, особенно с Украиной, обороны и так далее. Я часто над этим задумываюсь и думаю, что нашим бы этим пяти колонникам и оппозиции так называемые надо было бы серьезно думать прежде чем писать. Ведь действительно нет более высокой ценности, и это действительно Украина показала и другие государства, особенно сейчас Сирия, чем мир и безопасность. Но скажите, если на голову сыпятся бомбы, если общество в раздрае, если друг на друга пошли с пулеметами и автоматами, бросают в окна гранаты, когда человек не может жить на своей земле, о чем может быть речь о чем? О демографических ножницах. Кто будет в это время рожать? О заработной плате. Так что ты купишь за эти деньги? Поэтому этого бояться не надо, и надо подчеркивать всегда величайшая ценность – это безопасность в обществе, обороноспособность страны и мир на земле. Все остальное мы найдем, купим. Это второстепенно. И ни в какое сравнение с безопасностью и миром на этом клочке земли, где живут белорусы, не соотносится и соотноситься не может. Это можно только сравнивать. Поэтому, да, действительно, мы гордо и открыто говорим, нам пока удается сохранить покой нашей стране, стабильность, мир в обществе и безопасность нашей страны. От того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой суверенитет, не допустить проникновения к нам хаоса и насилия из ней, избежать ошибок соседей, зависит будущее нашей Беларуси. Мы просто обязаны сберечь главное достояние – мир, стабильность, межнациональное, межконфессиональное согласие, открытость сотрудничества. В нынешних условиях наша страна может и должна играть более активную и значительную роль мировой политики. И это не мы рвемся к этому. От нас это уже требуют мировые державы. А кой по каким вопросам и просят. Все эти встречи на моем уровне мы вы видели. Не обо всем мы пока можем сказать, но вы понимаете, о чем здесь идет речь. Сегодня Беларусь – это опора безопасности в регионе. У нас нет конфликтов ни по религиозному, ни национальному признакам. Мы никогда не создавали и не создаем проблем соседей. И никогда не будем их создавать. Многовекторность внешней политики как была, так и остается основным принципом нашего государства. Сразу хочу подчеркнуть, что Российская Федерация – это наша союзница и стратегический партнер. Поэтому нам следует динамично развивать всестороннее сотрудничество на межгосударственном и региональном уровнях. И отдельным там силам, структурам в России надо уже прекратить эту тягомотину. Мы с Александровичем послом обсуждали эту проблему. Иногда противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не мягкая беларусизация, что у нас еще что-то тут происходит. Чуть ли не разворот куда-то, я не знаю, куда мы можем развернуться. Куда нам разворачиваться? Мы были и есть братья. И ни Лукашенко, ни парламенту Белоруссии это определять. Это историческими веками предопределено. Вы знаете, я встречался с евросоюзовцами много, с американцами. Они передо мной такой проблемы никогда не ставили. С Россией там или с Западом. Наоборот, просят, чтобы у Беларуси были хорошие отношения и с Западом, и с Россией. Но я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру. Кстати, это и слова нынешнего президента России. И президент России готов на этом строить наши отношения. Почему некоторые, в том числе и провластные рупоры, зацикливаются на другом и начинают, ну до клеветы переходят на Беларусь. Надо это заканчивать. Это к добру не приводит. Тем более это вранье, как у Беларуси кажут, хлустня. Мы, еще раз подчеркиваю, один народ, как кому бы то это не нравилось. Мы и от одного корня выросшие, русские и белорусы. Здесь в парламенте половину людей может больше, в жилах которых течет русская кровь. Даже Семен Борис говорит, я еврей. А ну-ка разбери, сколько у тебя там русской крови. И он это не отрицает. Что, вернемся к этим нацменовским временам, когда у нас пытались вытащить жилы, и я помню в этом парламенте и посмотреть, а сколько ж у белоруса криви русской. И посадили неизвестно полстраны на чемоданы, из-за того, что они русские. И кто этот процесс повернул спять? Мы, сидящие в этом парламенте, и президент, который стоит за этой трибуной. Так зачем мы поднимаем здесь на ровном месте бурю в стакане воды? Зачем? Еще раз подчеркиваю, мы никогда не будем жить вне этого так называемого культурного мира, который создал русский, белорус и украинец. Этого славянского мира. Это наша твердая убежденность. Быть или не быть с Россией, в отличие от России, мы решили этот вопрос на всенародном референдуме. В свое время. И этим путем мы всегда следуем. Да, мы требуем от россиян, коль мы в союзе, и во втором Евразийском экономическом союзе, давайте придерживаться принципов, которые мы выработали. Это же не дело, когда премьер-министр России, мой хороший друг, товарищ, приезжает на КамАЗа и говорит, ну раз белорусы отказались нам продавать какой-то завод, ну давайте мы на КамАЗе это производство организуем. Ну а как понимать нашу договоренность о том, что мы не будем создавать альтернативное производство? И что значит, раз не продали МЗКТ, да? Мы будем у себя организовывать. Да кто против продажи? Дорогие мои, это касается всех. Мы за. И я руководству России откровенно на последних переговорах сказал, это в ваших интересах, это бароноспособность страны, вы перевозите ядерное оружие на этих шасси, и создать это, это надо деньги и много времени, школа. Зачем создавать? Хотите купить? Покупайте, раз ваш интерес. Но и у нас есть интерес в России. Например, мы 22 миллиона тонн, примерно 20 покупаем нефти у вас. 25 миллиардов кубов газа. Хорошо? Вы нам взамен передайте, продайте месторождение, чтобы мы могли добывать 10 миллионов тонн нефти у вас. Ведь мы много в советские времена сделали, знаете, Лангепас и другие там, я уже не помню, места, где мы строили, добывали нефть в России, как в одной стране, в Советском Союзе. Давайте договоримся, вы нам помогаете в этом плане, мы вам помогаем, идем навстречу в этом. Почему нет ответа? Догадайтесь сами. Поэтому мы строим прагматично наши отношения, и нас за это критиковать не надо. В то же время, когда нам приезжают западники, я еще раз подчеркиваю, они никогда не поставили, после снятия санкций, были американцы, и представитель Пентагона недавно был, умнейший человек. Он мне не сказал, ты с Россией или с Западом. Наоборот, речь шла о другом, но я всех сразу предупреждаю, и вы слышали это публично. Если вы приехали к нам, и говорите, мы, белорусы, с Россией или с Западом, у нас разговор вообще не состоится. Наши колоссальные интересы лежат в плоскости Российской Федерации, я уже сказал, мы один народ. Но и высокотехнологичный Запад нам не безразличен. Это вторая, и даже сегодня первая, по торговле Евросоюз, объединение с нами. Разве я могу и этими интересами пренебрегать? Конечно, не могу. И в то же время, мы что, как Россия с НАТО ведем такой диалог, на таком высоком уровне? Обнимаемся, договариваемся, и так далее? Нет. У нас что? Заключен договор, как у России, Казахстана, Украины, Армении, об ассоциации, или как он там называется, с Евросоюзом? Нет. Так не надо нас в чем-то упрекать. Мы суверенное, самостоятельное, независимое государство, первое. Второе, мы несколько десятилетий проводим многовекторную позицию, два десятилетия политику проводим внешнюю. Третье, мы не создавали и никому не создадим никаких проблем, нашим соседям. Но мы хотим, чтобы к нам точно так относились и нас уважали. Что здесь не по-человечески? Все по-человечески. Поэтому давайте жить дружно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, нам предстоит еще многое сделать для снятия всех барьеров и ограничений внутри Союза. Впереди у нас вопросы формирования общих рынков по энергоносителям, финансовым услугам и ряду других чувствительных позиций. К сожалению, происходящие процессы в содружестве независимых государств, в отличие от Еразийского экономического Союза, хотя и там проблем достаточно в союзном нашем проекте с Россией. У нас проблем там много, но в СНГ тенденции еще более негативные. Количество его членов сокращается, отношения между некоторыми странами обостряются, о чем свидетельствует конфликт между Азербайджаном и Арменией, Арменией недавно. Звучат предложения даже упразднить СНГ. Разделяние мнения о безусловной необходимости модернизации и Содружество Беларусь считает нужным сохранить его как международную организацию. В нашем понимании задача модернизации сделать СНГ более сильным и привлекательным для государств-участников, адаптировать его к современным реалиям. В реализации нашего курса на многобъектность внешней политики важную роль играет всестороннее стратегическое партнерство с Великим Китаем. Сейчас на повестке дня выполнения целого ряда взаимовыгодных договоренностей и конкретных проектов. С удовольствием хочу отметить серьезный перелом в наших отношениях с Западом, о чем уже сказано немного. Конструктивное, разноплановое сотрудничество с Европейским Союзом полностью отвечает нашим национальным интересам, так же, как и развитие торгово-экономических связей и активизация диалога с Соединенными Штатами Америки. Просто у нас какой-то новый этап наступил, этап, как я его бы охарактеризовал Западом некой говорильни. Вот не заговорить бы этот нормальный процесс. И Запад должен это понимать и мы, что если мы потеряем темпы наших отношений, мы окажемся неинтересны друг другу. Должна быть основа, это торгово-экономические процессы, которые всегда будут склеивать государства и народы. Но эти отношения и диалог должны быть равноправными. В сотрудничестве с Западом нас интересуют прежде всего инвестиции, трансфер технологий, создание передовых совместных производств, участие белорусских компаний и международных производственных цепочек. Для нас принципиально важно не допустить появления новых разделительных линий в европейском регионе, чтобы взаимоотношения Европейского Союза и Евразийского экономического Союза носили не взаимоисключающие, а взаимодополняющие, характер. Почему мы вот так говорим не допустить разделительных линий и прочее? Это не просто политические разговоры и троскотня, а потому что этой политической разделительной и прочей линией станет наша Беларусь. Мы окажемся в эпицентре этого раздела, а к чему это приводит, мы переживали в истории не один раз. Наша страна особо заинтересована в создании всеобъемлющей, справедливой системы обеспечения безопасности, обширного и к сожалению взрывоопасного евразийского региона. Поэтому мы принимаем меры на уровне межгосударственного взаимодействия и укрепления оборонного потенциала своей страны. Мы не брязгаем, не ляскотшим, как у Беларуси кажутся, каким-то оружием. Нет, мы серьезно и открыто говорим о том, что мы создаем современный оборонный комплекс нашей страны. Кстати, часть региональной оборонной системы Беларуси и России на западном направлении, основой которого является белорусская армия. А обороноспособность нашего отечества нынешнего и бывшего и Российской Федерации здесь, в Беларуси, В глобальном масштабе этой цели служит и организация договора о коллективной безопасности. Повышение боеготовности коллективных сил оперативного реагирования позволяет противостоять таким вызовам, как международный терроризм, наркотрафик, незаконная миграция и организованная преступность. Учитывая обострение ситуации в дальнем ближнем зарубежье, нам приходится наращивать свой оборонный потенциал, приходится у нас нет лишних денег, чтобы не оказаться беззащитным объектом локального военного конфликта. Значимой вехой повышения боеспособности стало принятие в этом году новой редакции военной доктрины нашего государства. Вы этим занимались недавно. В ней четко определен миролюбивый характер нашей внешней политики. Вместе с тем в документе подчеркнуто, что для защиты своей страны в случае исчерпания мер невоенного характера, мы готовы к применению военной силы как против внешней агрессии, так и для нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта. Для противодействия угрозам гибридных войн, цветных революций созданы силы специальных операций, разработана система территориальной обороны. Самые совершенные системы в мире и вооруженные самыми современными современным видом оружия. Мы тоже этого не скрываем. И когда мы говорим применению военной силы как внешней, так и нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта, мы же имеем ввиду, как тут нас упрекают, не то, что тут белорусский народ выйдет с упроти лады. Нет, внутренний конфликт, особенно в Беларуси, возможен только при поддержке внешних сил. Поэтому мы ориентируем вооруженные силы на противодействие подобным опять в кавычки беру внутренним конфликтам. В военной доктрине упор сделан на развитие оборонной промышленности как высокотехнологичного сектора экономики, призванного не только удовлетворять потребности силовых структур страны в современных видах вооружения и спецтехники, но и поставлять на экспорт свою продукцию и спрос на нашу военную продукцию большой. Главная задача всех силовых структур обеспечивать неприкосновенность нашей Родины, ее территориальную целостность и конституционный порядок, постоянно поддерживать спокойную обстановку, необходимую для устойчивого развития страны и мирной жизни людей. Дорогие соотечественники, уважаемые присутствующие, в заключении хочу сказать, что все системные решения руководством страны приняты. Намеченные меры должны способствовать преодолению негативных тенденций и восстановить динамику социально-экономического развития. Для этого нужна инициативная слаженная работа на общий результат как в центре, так и на местах. В основе государственной политики лежат забота о человеке, повышение благосостояния и качества жизни наших людей. Это наш главный принцип и магистральный путь развития. Пусть всем нам сопутствует успех в достижении поставленных целей. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...